Ребята, всем большой привет! В этом видео я вам покажу, как я отправила свои документы в итальянский университет через портал Universe Italy. Для тех, кто со мной еще не знаком, меня зовут Нина, и в этом году я поступаю в итальянскую магистратуру на программу на итальянском языке. И мне уже пришло два предложения из двух университетов, куда я направила свои документы через онлайн-заявку. Это Римский университет Лас-Сапиенца и Государственный университет Турино, Университет Астатали, Дали Истуди Ди Турино. Обе заявки были одобрены, и мне пришло два приглашения. И следующим шагом, чтобы получить уже официальное приглашение от университета, мне необходимо было отправить свои документы через личный кабинет на портале Universe Italy. И буквально в двух словах расскажу вам, что же такое этот сайт, который называется UniverseItaly.it. Буквально полтора-два года назад, когда еще не было никакого коронавируса, чтобы подать документы в итальянские университеты и получить официальное приглашение на имя студента, нужно было обращаться в Институт итальянской культуры. И Институт итальянской культуры являлся как бы посредником между будущими студентами иностранцами в Италии и итальянскими университетами. С введением локдауна, карантина и перехода всех на удаленное обучение и, соответственно, на удаленную работу, был создан такой портал Universe Italy, через который абсолютно все студенты подают свои документы, когда хотят зачислиться на ту или иную программу в университет. Буквально в 15 числах апреля Universe Italy наконец-то обновил свою информацию и открыл подачу заявок документов на настоящий учебный год 2021-2022. Мы все очень ждали этого момента, потому что это очень важный этап, финальный этап подачи ваших документов в итальянские университеты. На моменте подачи ваших заявок через портал Universe Italy вы должны уже конкретно определиться с единственным университетом, с единственной программой и отправить один раз ваши документы на одну программу. Обратите внимание, что очень сложно потом будет отменить ваше решение. Я слышала, что это возможно, но опять же затрачивает много нервов, силы, энергии и времени, поэтому взвесьте все за и против университетов, если у вас две и более заявки было подтверждено и решение было положительное, чтобы вы были полностью на 100% уверены в своем выборе, что вы идете учиться именно туда и все, и более не меняете своего решения. Мое решение я приняла давно, это, естественно, Туринский университет, поэтому сейчас я предлагаю вам посмотреть, какие документы требуются на портале Universe Italy, какие документы я прилагала, и сам процесс подачи заявки, там будет три шага. Сразу говорю, что я начала подавать заявку через мобильный телефон, на мобильном телефоне, через браузер. После второго шага у меня почему-то выскочила ошибка авторизации. Я пыталась несколько раз это исправить, обновляла страницу, изменяла какие-то данные. Все равно далее третий шаг мне не позволяли сделать и закончить, поэтому мне пришлось прервать запись экрана телефона и перейти на компьютер, и уже потом непосредственно записывать экран компьютера на телефон, поэтому немножко картинка будет отличаться. Надеюсь, это не доставит вам дискомфорта, но в любом случае я хотела показать наглядно вам процесс, что же такое портал Universe Italy, что такое личный кабинет, и как подавать свою заявку на предзачисление в университет именно уже непосредственно в самом конце, на финальном этапе через портал Universe Italy. Поэтому надеюсь, вам будет полезно и интересно, и вы уже будете понимать, иметь в виду, что нужно и как нужно заполнять и отправлять. Итак, друзья, вот мы с вами на портале universitali.it. Вам здесь необходимо, конечно же, завести свой личный кабинет. Это в правом верхнем углу. Сейчас я зашла в свой личный кабинет и выбираю вкладку «Domando di prescrizione», синенькая надпись, «Заявка на предподачу документов в итальянский университет». У меня здесь две заявки, потому что я еще в прошлом году одну отправляла, не знаю, что не открыт еще заявка на 21.22. Поэтому я создала новую заявку и захожу сейчас вот в нее. Здесь уже автоматически выпадает вкладка «Какой год выбрать?». Остался только один, актуальный, 21.22. И из вашего личного кабинета у вас автоматически заполняются все ваши личные данные. Имя, страна, также я немножко вниз прокрутила тут мои контакты и кодичи фискалии, это так называемый ИНН, который был у меня автоматически сгенерирован на сайте университетели. После того, как вы все проверили, вас перенаправляют на шаг B, где вы должны заполнить свои данные о вашем паспорте, фотографию, предоставить вашего паспорта, скана, например, как вариант первой странички с личными данными, а также выберите вашу фотографию паспортного образца. Далее вам нужно выбрать, где вы будете запрашивать визу в Генеральном консульстве Москвы или в Петербурге. Я живу в Москве, поэтому выбрала Московское консульство. И дальше причина запроса визы – это учеба. И далее начинается самая интересная часть. Вам нужно выбрать свой университет, один-единственный, куда вы решаете поступать. Я выбираю вкладку «Университет» и дальше ищу свой университет. Это Государственный Туринский университет. Далее ищу магистратуру. Это «Laure Magistrale» и оставляю тут «Tutte lingue», потому что у меня будет обучение на итальянском языке. И далее в поиске ищу свою программу. Это «Economia e-management». И очень удобно, там уже все автоматически выпадает. Далее у меня два направления на этом курсе. «Экономика, организация и менеджмент» и «Экономика и менеджмент международные». Я в итоге остановилась потом на втором варианте. Далее проверяю местонахождение университета. Это курс «Униона Суветика», проспект Советского Союза. И далее также все данные, необходимые по этому курсу. Нажимаю на шаг «С», и вот у меня ошибка авторизации вышла на мобильном телефоне. После чего я перешла на компьютер, поэтому извините за смену картинки. Снимаю свой экран компьютера. Но здесь уже не возникло никаких проблем. Вот это последний шаг «С», и здесь нужно выбрать документы, которые вы будете прилагать для отправки вашего пакета документов в университет. Как вы видите, у меня отдельная папка создана на компьютере Туринского университета. И здесь я выбираю свой сертификат на знание итальянского языка «ЧИЛС» на своем компьютере. И дальше в соседнем окошке ищу, как это называется. Видите, здесь выпадают разные совершенно названия документов. И я ищу «Атестационный диконушенцеда лингва итальяна». Ну и на всякий случай еще раз прописываю название этого документа. После чего нажимаю «Carica titolo», «Загрузить документ». И он у меня автоматически загружается в такой список, который сверху виден. Тут у меня уже диплом загружен, перевод, точнее, диплом на итальянском языке. И вот я добавила свой сертификат по итальянскому языку. И сейчас посмотрим, какие же документы я в целом загрузила, чтобы отправить уже свою заявку в Туринский университет непосредственно через сайт «Universe Italy». И вот здесь вот видите весь список моих приложенных документов. Это мотивационное письмо, приложение к диплому на русском языке, сертификат итальянского языка, мое резюме, дальше апостиль на русском языке, диплом и диплом на русском языке, и перевод диплома на итальянском языке. Они идут в разнобой. Я так вот прикрепляла их. После чего нажимаем «Окончить подачу документа». Сейчас такое риэпилогу. Скажем, мы смотрим все наши данные, которые мы загрузили, и проверяем еще раз, туда ли мы отправляем, в тот ли университет мы отправляем эти данные. Далее не забываем поставить галочку, как обычно, где пункты о персональных данных, и нажимаем синюю кнопочку «Отправить заявку в университет». Вот и все. Получилось, что первая заявка – это старая заявка, вы видите, там 2020 год. И вот здесь я выделяю свою новую заявку. Написано, когда я отправила заявку, дату, время и в какой университет. Вот такой вот абсолютно несложный процесс у меня получился. Буквально это заняло 5 минут, и если вычесть то время, когда я пыталась обновлять информацию на мобильном телефоне, когда у меня выскакивала ошибка авторизации. Поэтому это очень быстро, если у вас уже готовая есть папка на компьютере, где вы собрали воедино все свои необходимые документы, их останется просто загрузить, и все. После чего мне пришло на почту подтверждение того, что моя заявка была отправлена в Туринский университет, и теперь я жду подтверждения, опять же, которое, я надеюсь, должно прийти в личный кабинет на портале «Университали», ну и, собственно, продублироваться мне на электронную почту от самого университета, что да, они абсолютно точно готовы видеть меня в качестве студентки своего университета. Кстати, еще возникают у многих вопросы при подаче документов онлайн в Туринский университет, и что такое кодичи фискалии, где его брать. Кодичи фискалии – это ваш налоговый номер, скажем, аналог нашего ИНН, индивидуального номера налогоплательщика. И вот как раз-таки на портале «Университали», когда вы будете регистрировать свой личный кабинет, а без этого вы не сможете подать свои документы, это первый шаг, который вы должны сделать на этом портале, вам будет предложено автоматически сгенерировать ваш кодичи фискалии. Вы это можете сделать без проблем. Я так получила свой кодичи фискалии, и теперь вот этот налоговый номер везде ввожу, где мне его запрашивают. Также я знаю, что можно записаться на личный прием в консульство Италии на территории, в моем случае, России, и вам его уже официально выдадут. Но я читала отзывы в интернете, что иногда автоматически сгенерированный кодичи фискалии может не совпадать с тем, который вам выдадут официально в консульстве. В этом случае, конечно же, официальный кодич фискалии из консульства будет верным. Но я надеюсь, что мой кодич фискалии совпадет с тем, который мне потом будут выдавать для оформления, я так думаю, вида на жительство, когда я уже приеду в Италии. И у меня не будет с этим проблем. Но на данный момент везде, куда я отправляла свои документы в университеты, у меня не возникало вопросов и проблем с тем кодичи фискалии, который я получила автоматически на портале университери. Вот такой информацией я хотела поделиться с вами сегодня. Если вам оказалось полезным и интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Я желаю вам удачи в поступлении, в сборе документов, в ожидании ответов из университетов. И совсем скоро надеюсь, что мы с вами будем собирать чемоданы и отправляться уже в Италию. Спасибо большое за внимание, что досмотрели это видео до конца. И до скорых встреч на моем канале.